Добрый день, уважаемые коллеги! Сегодня мы поговорим о физическом состоянии, о физической работоспособности. Мы рассмотрим вопросы касательно оценки состояния здоровья, поговорим о том, можно ли измерить здоровье, если можно измерить, какие показатели в количественном выражении мы можем зафиксировать, зарегистрировать. Один из методов, позволяющий оценить физическое состояние человека, является математический анализ вариабельности ритма сердца. Данный метод основан на регистрации электрической активности ритма сердца и математического анализа временных интервалов между ударами сердца. Таким образом, в отличие от электрокардиограммы, где анализируется сама структура сердечного ритма в плане сокращения и расслабления в математическом анализе вариабельности ритма сердца, мы анализируем временные интервалы. Для регистрации вариабельности ритма сердца нам необходимо наложить электроды на руки испытуемых. Для этого нам необходимо обработать поверхность и электроды спиртовой салфеткой. Дайте, пожалуйста, руку. Другую руку. Испытуемый находится в расслабленном состоянии, в положении сидя, в нашем случае в положении сидя. Мы можем видеть на экране монитора электрокардиограмму и здесь же внизу мы можем видеть временные интервалы, именно вариабельность. Каждый интервал временной между ударами сердца, он отличается по времени. Не нужно думать о том, что 60 ударов в минуту частота сердечных сокращений означает, что каждую секунду у нас осуществляется сокращение сердца. На самом деле ритм сердца может очень сильно варьироваться, и данная методика как раз позволяет нам с помощью математических методов оценить функциональное состояние нашего испытуемого. Пока проходит обследование, я скажу несколько слов о том, что мы можем получить в результате данного исследования. Данное исследование говорит нам о состоянии напряжения регуляторных механизмов. Если говорить более простыми словами, состояние, в котором находится человек в каждый момент времени является более благоприятным для адаптации или менее благоприятным для адаптации, мы все прекрасно с вами понимаем, что на организм человека воздействует множество стрессоров. Возможно, это физическая нагрузка, возможно, это психоэмоциональные стрессы, совершенно различные стрессы воздействуют на организм человека. К определенному уровню стресса наш организм способен приспосабливаться и способен адаптироваться. Но если уровень стресса очень велик, то возможности организма, как мы понимаем, не безграничны, и в определенный момент мы можем наблюдать срыв адаптации и невозможность организма приспособиться к внешним условиям. Таким образом, с помощью математического анализа ритма сердца мы можем понять, насколько организм обследуемого в настоящий момент находится в благоприятном или неблагоприятном состоянии для адаптации к внешним воздействиям. Итак, пока проходит обследование, я расскажу некоторые моменты касательно математического анализа вариабельности ритма сердца. Данная методика позволяет оценить степень напряжения регуляторных систем организма и сказать, насколько организм человека способен приспосабливаться к внешним условиям, к внешним раздражителям. Нужно сказать, что в норме наши регуляторные системы, которые регулируют внутреннее состояние гомеостаза, внутреннее постоянство организма, не находятся в напряжении. Но если на наш организм действует достаточно большое количество стрессовых факторов, то наш организм начинает усиливать активность регуляторных систем, что может в итоге приводить к срыву адаптации. С помощью методики математического анализа ритма сердца мы можем оценить, насколько организм человека успешно приспосабливается к внешним раздражителям. Либо он находится в состоянии чрезмерного стресса и не способен приспосабливаться к раздражителям. В данном случае это состояние будет называться состояние срыва адаптации. В результате математического анализа сердечного ритма мы получаем заключение о функциональном состоянии обследуемого. В нашем случае мы наблюдаем напряжение регуляторных систем. Это преморбидное состояние, состояние предболезненное. То есть это означает, что в данном случае наш испытуемый находится в состоянии стресса. Стресс, который на него воздействует, вызывает чрезмерное напряжение регуляторных систем. В данном случае мы можем рекомендовать обследуемого снизить уровень стресса, увеличить продолжительность отдыха, нормализовать режим сна, питания и работы. Сейчас на основании математического анализа сердечного ритма мы оценили состояние периферической нервной системы. Но существуют методики, которые позволяют нам оценить состояние и центральной нервной системы. Такие методы, как оценка простой зрительно-моторной реакции. Для оценки зрительно-моторной реакции используются специальные приборы и инструменты с специализированным программным обеспечением. В данном случае нашему испытуемому предлагается пройти тест простой зрительно-моторной реакции. В ответ на загорание светового сигнала необходимо отреагировать нажатием кнопки максимально быстро. Регистрируется время простой зрительно-моторной реакции и стабильность времени стабильности простой зрительно-моторной реакции. Берём прибор. На загорание сигнала необходимо будет нажать на любую из кнопок, например, на зелёную кнопку. Палец с кнопки мы не убираем, как можно быстрее необходимо нажать. Будет около 35 стимулов светодиодов. Достаточно. По окончании тестирования забираем у испытуемого модуль и сразу получаем некоторое заключение о состоянии его центральной нервной системы, о преобладании процессов возбуждения либо торможения в головном мозге. Мы можем сделать некоторые выводы о состоянии работоспособности человека, о его состоянии утомления и так далее. Следующая методика, которая позволяет нам оценить функциональное состояние обследуемого, это газоналитические методы исследования. Спирометрия. Сейчас мы переместимся к газоналитическому стенду и рассмотрим данную методику. Спирометрические исследования предназначены для оценки функции внешнего дыхания. Спирометрические исследования включают в себя различные методы. Мы сейчас на примере разберём только один из них, пройдём тест «Форсированная жизненная ёмкость лёгких». Для оценки форсированной жизненной ёмкости лёгких испытуемый экипируется специальной маской, в которую он осуществляет выдох, соответственно, через который он осуществляет вдох и выдох. Данный показатель регистрируется с помощью спирометрического оборудования. Для оценки функции внешнего дыхания сейчас мы осуществим один из тестов «Форсированная жизненная ёмкость лёгких». Для этого мы экипируем нашего обследуемого маской. Придерживайте маску. Вам необходимо выполнить глубокий вдох и после глубокого вдоха выполнить резкий выдох, резкий, продолжительный, полный выдох. Сделаем это по моей команде. Можно. Дышим, дышим, выдыхаем, выдыхаем, ещё, 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 ещё. Всё, вдыхаем. Отлично. Ещё более резко старайтесь выдохнуть, форсированный выдох. Сейчас ещё раз сделаем. Приготовились. Максимальный глубокий вдох и форсированный полный выдох. Вот, выдыхаем, выдыхаем. Отлично, отлично. Значит, вот мы получили значение форсированной жизненной ёмкости лёгких. Здесь нас могут интересовать такие параметры, как форсированная жизненная ёмкость лёгких, получаемая в литрах в минуту, и такой параметр, как объём форсированного выдоха за первую секунду. На этом сперметрическое исследование касательно форсированной жизненной ёмкости лёгких окончено, и мы можем перейти к следующему тесту. Помимо оценки функции внешнего дыхания, газоналитическое оборудование позволяет нам провести и другие тесты, такие как оценку основного общего энергетического обмена. Сейчас мы предложим испытуемому лечь на кушетку, потому что оценка основного обмена энергетического происходит в состоянии покоя лёжа. Для оценки основного энергетического обмена организма используются различные методы. Используется прямая калориометрия, но для этого испытуемый помещается в специализированную камеру, которая исследует, изучает, регистрирует выделение тепла. В нашем случае мы осуществляем непрямую калориометрию. На прошлом занятии вам рассказывали про измерение основного обмена на основании биомпедансного анализа. В нашем случае мы рассмотрим изучение основного обмена на основании функции дыхания, на основании потребления кислорода и выделения глюкислого газа. Для этого испытуемый находится в положении лёжа в течение некоторого времени. В процессе данного теста регистрируются показатели газообмена. Сделай глубокий вдох-выдох. Мы знаем, что помимо расхода энергии на основной обмен, энергия тратится и на выполнение физической нагрузки. Но также мы знаем, что не все люди в повседневную жизнедеятельность ведут одинаковый активный образ. Здесь не имеется в виду образ жизни, здесь не имеется в виду непосредственно тренировки, здесь имеется в виду активность в повседневной жизнедеятельности, не во время сна, а именно во время нашей, может быть, трудовой деятельности и так далее. Если мы возьмём двух испытуемых, одинаковой массы тела, зарегистрируем их приблизительно одинаковый основной обмен, и наши испытуемые будут осуществлять одинаковые тренировки, это ещё не значит, что расход энергии у них будет приблизительно одинаковый. Дело в том, что очень часто исследователями не учитывается расход энергии, который мы тратим на так называемый термогенез, поддержание температуры нашего организма. По результатам исследования мы получаем определённые параметры. В частности, мы можем видеть, что у нашего испытуемого расход энергии находится в диапазоне 1900-2000 ккал в сутки. Это та энергия, которую тратит организм испытуемого на поддержание жизнедеятельности в состоянии полного покоя. Помимо состояния полного покоя мы можем расходовать энергию и на физическую активность. Например, бег, ходьба, плавание требуют, естественно, расходы энергии. Но нужно понимать, что и обычное стояние, или подъём по ступенькам, либо просто ходьба требуют, конечно же, тоже затрат энергии. Откуда же берётся в нашем организме энергия? Мы получаем эту энергию с пищей. Каждая пища имеет энергетическую ценность. Таким образом, если мы потребляем энергии больше, чем расходуем, мы имеем положительный энергетический баланс. В этом случае наша энергия может быть запасена в организме в виде гликогена и в виде жировой ткани. Если же мы имеем отрицательный энергетический баланс, то есть потребляемая нами энергия с пищей меньше расходуемой нами энергии, таким образом наш организм будет терять энергетические запасы. Помимо затрат энергии на основной обмен, помимо затрат энергии на спортивные упражнения, не физические упражнения, энергия тратится также и на повседневную жизнедеятельность, на ту деятельность, которую мы осуществляем в процессе нашего дня. И мы с вами представляем прекрасно, что разные люди ведут более или менее активный образ жизни. И таким образом мы должны понимать, что вот эта энергия, которая тратится не в процессе спортивных упражнений, не на основной обмен, а на повседневную нашу жизнедеятельность, она может очень существенно отличаться от испытуемого к испытуемому. Таким образом мы должны понимать, что если наш испытуемый хочет снизить жировой компонент массы тела, то он должен тратить энергию гораздо больше, чем получает эту энергию. Таким образом, это можно осуществить за счет увеличения физических нагрузок, это первый способ. А второй способ, можно увеличить, скажем так, активность в процессе всего дня. Более того, увеличение активности в процессе всего дня будет приводить к увеличению активности симпатической нервной системы, что в свою очередь будет стимулировать процессы жиросжигания. Нужно понимать, что в нашем организме, помимо центральной нервной системы, присутствует периферическая вегетативная нервная система, которая подразделяется на симпатическую и парасимпатическую нервную систему. Симпатическая нервная система активизирует сжигание жиров, и по сути, если мы в процессе дня ведем достаточно активно себя, то мы по сути стимулируем активность симпатической нервной системы, что в свою очередь будет вызывать повышенное жиросжигание. И наоборот, если мы ведем себя достаточно пассивно, то в нашем случае могут преобладать парасимпатическая нервная система, активность парасимпатической нервной системы, и таким образом процессы липолиза, процессы жиросжигания могут быть даже несколько замедленными. Следующий метод оценки физической работоспособности, о котором хотелось бы рассказать, это пульсометрия, метод измерения частоты сердечных сокращений. В настоящее время частота сердечных сокращений измеряется с помощью различных приборов, в первую очередь специализированных нагрудных датчиков, регистрирующих электрическую активность в момент сокращения сердечной мышцы. Сейчас мы экипируем испытуемого специализированным датчиком. Для этого необходимо закрепить ремень на уровне груди. Испытуемого. Вставайте. Приподнимайте футболку. Поворачивайтесь ко мне. Датчик должен располагаться на уровне груди. Опускайте футболку. С помощью нагрудного датчика частоты сердечных сокращений мы можем регистрировать изменения частоты сердечных сокращений в покое и при нагрузке. Нужно сказать, что частота сердечных сокращений в покое у здорового человека варьируется от 60 до 80 ударов в минуту. Если частота сердечных сокращений превышает 90 ударов в минуту, это состояние называется тахикардия, повышенная частота сердцебиения. Если же частота сердечных сокращений ниже 50 ударов в минуту, то такое состояние называется брадикардия, пониженная частота сердечных сокращений. Соответственно, эти состояния являются отклонениями от нормы. Человек, занимающийся спортом, в отличие от человека, не занимающегося спортом, в покое, будет обладать более низкой частотой сердечных сокращений. Также человек, занимающийся спортом, будет обладать более низкой частотой сердечных сокращений в ответ на физическую нагрузку. Для оценки работоспособности и функционирования сердечно-сосудистой системы применяются различные тесты и методы, в том числе нагрузочные тесты, начиная от самых простейших, так называемый тест РУФЕ, тест с 30 приседаниями, и заканчивая более сложными нагрузочными тестами, о которых мы поговорим далее. Сейчас мы осуществим тестирование, так называемый тест РУФЕ, 30 приседаний. Самое простое тестирование, которое выполняется со школьниками для того, чтобы определить уровень функционирования сердечно-сосудистой системы и в целом уровень физической работоспособности. Итак, для этого сначала с помощью программного обеспечения и датчика частоты сердечных сокращений, с помощью специального приложения в мобильном телефоне мы регистрируем частоту сердечных сокращений в покое. Зарегистрировав её, мы даём указание, испытуемую, сделать 30 приседаний. Начинаем выполнять 30 приседаний. После выполнения 30 приседаний мы регистрируем частоту сердечных сокращений. Далее мы регистрируем частоту сердечных сокращений через минуту восстановления. Таким образом, мы получаем три цифры – частота сердечных сокращений до нагрузки, частота сердечных сокращений после нагрузки и частота сердечных сокращений после минуты восстановления. Используя специальную формулу рассчитывается индекс РУФЕ. На основании данного индекса мы и делаем заключение о состоянии физической работоспособности испытуемого. На основании данного теста мы можем сделать вывод о работоспособности нашего испытуемого. В данном случае мы зафиксировали высокий уровень работоспособности. Следующий тест для оценки физической работоспособности, так называемый ПВЦ-170. Данный тест является нагрузочным. Испытуемым предлагается выполнить две нагрузки на велоэргометре в течение пяти минут. В результате работы регистрируется частота сердечных сокращений после первой и второй нагрузки. Начинаем педалировать с одной частотой. Испытуемый педалирует с одной мощностью, при этом регистрируется частота сердечных сокращений и регистрируется мощность работы. Мы знаем, что между мощностью физической работы и частотой сердечных сокращений существует зависимость, линейная зависимость. И таким образом мы определяем, насколько наш организм реагирует на определенную мощность нагрузки, физической нагрузки. И степень реакции организма, реакции организма на физическую нагрузку будет характеризовать уровень физической работоспособности человека. Для оценки физической работоспособности используются другие тесты. Один из них так называемый тест максимальной анаэробной лактатной мощности. Если говорить простыми словами, это максимальное ускорение на велоэргометре, с помощью которого мы определяем максимальную мощность, которую способны развить наши мышцы. Испытуемый устанавливается сопротивление на велоэргометре и дается задание выполнить ускорение с максимальной скоростью, с максимальной мощностью. Ускорение выполняется по команде. Педаль поднимите левую чуть повыше. Не вставая с седла, начинаем максимальное ускорение в течение 6-10 секунд. Выполняем по команде. Приготовились. Внимание. Оп! Достаточно. На первой, четвертой, пятой секунде мы фиксируем максимальную мощность, которую развивает спортсмен. Чем больше эта мощность, тем выше показатели физической работоспособности занимающегося. Для оценки физической работоспособности используется нагрузочное тестирование. В данном случае испытуемый выполняет нагрузку на беговой дорожке. Нагрузка будет постепенно увеличиваться. Каждые две минуты нагрузка будет увеличиваться на 1 км в час. В результате теста регистрируются параметры газообмена, регистрируется выдыхаемый кислород, выдыхаемый углекислый газ, регистрируется частота сердечных сокращений, а также объем воздуха, которым проходит через наши легкие, так называемая легочная вентиляция. На основании данных параметров мы можем сделать заключение о состоянии, функциональном состоянии испытуемого и дать рекомендации по оптимизации данного состояния, дать рекомендации по режиму двигательной активности и по оптимизации состояния сердечно-сосудистой, дыхательной системы и опорно-двигательной системы организма. В результате данного нагрузочного тестирования рассчитываются аэробный и анаэробный порог и определяется максимальное потребление кислорода. Данные параметры интересны людям, занимающиеся физической культурой и спортом. На основании данных значений мы можем спланировать объем и интенсивность той нагрузки, которую предстоит выполнить на тренировке. Данное нагрузочное тестирование предназначено для людей, физически крепких, занимающихся физической культурой и спортом, но желающих улучшить свое состояние здоровья и повысить свои показатели в избранном виде спорта. Также данную процедуру тестирования могут пройти и люди, занимающиеся физической культурой, для того, чтобы спланировать, грамотно спланировать процесс тренировки. В результате нагрузочного тестирования мы получили отчет, содержащий информацию о аэробном, анаэробном пороге и значении максимального потребления кислорода. Как я уже говорил, данные параметры крайне важны для грамотного планирования физкультурной и спортивной деятельности. Таким образом мы рассмотрели возможность оценки физического состояния человека. Мы поняли, что мы можем оценить в количественном выражении здоровья человека. На основании данных параметров мы можем сделать выводы и заключения об уровне текущего состояния здоровья и дать рекомендации по укреплению и улучшению здоровья. Полученные данные могут свидетельствовать о необходимости коррекции физического состояния. И, конечно же, мы можем предложить определенные методические рекомендации для того, чтобы скорректировать уровень здоровья. На основании физической активности необходимо сказать несколько слов о видах физической активности. Физическая активность может носить циклический характер, начиная от простых видов физической активности, такие как ходьба, бег, езда на велосипеде, плавание. Здесь очень важна интенсивность, с которой выполняется работа. И здесь нужно сказать о том, что для людей, которые желают снизить жировой компонент массы тела, похудеть, необходимо выполнять более длительную работу, но с низкой интенсивностью, выполнять работу на пульсе 130-145 ударов в минуту. Это пульс приблизительно аэробного порога, то есть пульс, когда у нас вовлекаются в работу медленные мышечные волокна, которые используют в качестве энергии окисления липидов, окисления жиров. Таким образом, мы понимаем, если мы хотим снизить жировой компонент массы тела, нам необходимо выполнять низкоинтенсивную работу длительное время. При этом нужно сказать о том, что не обязательно для похудения выполнять работу циклического характера. Это может быть работа и с отягощением, выполняемая также с низкой интенсивностью длительное время. В результате данной работы у нас тоже будут расходоваться в качестве энергии жировые запасы организма. Если же человек хочет увеличить мышечный компонент массы тела, конечно, в этом случае стоит рекомендовать данному занимающемуся тренировки с отягощением в тренажерном зале, либо с отягощением собственного веса. Исходя из возраста и пола занимающихся, мы можем подобрать наиболее оптимальный режим двигательной активности. Если это пожилые люди в возрасте старше 70 лет, то для данной категории граждан наиболее эффективно будет выполнение упражнений с весом собственного тела, либо с небольшим отягощением, таким как эспандеры. Одна из наиболее оптимальных и распространенных методик была предложена профессором Силуяновым, и она называется система изотон, которая очень эффективно подойдет людям в возрасте. Если же мы будем говорить о занимающихся более молодого возраста, то для них для оптимизации и повышения мышечного компонента очень эффективны могут быть упражнения с отягощением в тренажерном зале. Со штангой, с тренажерами различными необходимо добиться гипертрофии. Для увеличения мышечного компонента массы тела рекомендуется выполнять упражнения с отягощением. В тренажерном зале упражнения могут выполняться как с весом штанги, так и в специализированных тренажерах. Таким образом, сегодня мы рассмотрели вопросы количественной оценки здоровья и оптимизации уровня физического состояния и коррекции уровня здоровья методами физической культуры и спорта. Надеюсь, данная информация будет вам полезна. Благодарю вас за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok